Да, тема сегодняшнего эфира – это что входит в обязанности собственника, что входит в обязанности предпринимателя, на что он должен обращать внимание и как ему быть действительно успешным. Да, друзья, сегодня первая лайв-трансляция. Мы планируем еженедельно выходить на лайв-трансляцию под The Sales Code. Да, приветствую. Первый окей я уже получил. Будет еженедельно выходить под The Sales Code, где мы будем рассказывать, делиться своими опытами по теме продаж, по теме переговоров, по теме leadership. То есть также будем интервьюировать экспертов с разной области для того, чтобы вы могли использовать эти знания, для того, чтобы вы могли сразу же интегрировать и применять их в своем бизнесе, или же если вы менеджер по продажам смогли применять их в действии прямо в полях. Да. Но поскольку именно менеджеры по продажам являются теми людьми в компании, это вообще единственное, вообще единственное, задумайтесь, друзья, единственный отдел, который приносит деньги в кассу. Это именно является отдел продаж, продавцы. Но, к сожалению, к большому к сожалению, им уделяется очень мало внимания, на них задается самое большое давление, и именно от менеджеров от продаж ждут больше всего. Есть одно но. Менеджеры по продажам обычно люди неподготовлены и редко являются действительно экспертом. Это я говорю не субъективное мнение, я говорю мнение своего опыта, и с опыта также нашей компании, и Повис Фокалфстренинг, и также, где я являюсь лицензионным партнером, Марк Рэмшотт Фокалфстренинг Тим, где у нас более 25 лет опыта в различных нишах, в различных бранжах, в различных сферах, и что показывает, что в основном продавцы просто неподготовлены или не так подготовлены, как должны были быть подготовлены. И поэтому мы поставили себе миссию обучить миллион профессиональных продавцов. Но здесь есть одно но. Дело в том, что очень важно, что продавцы, у продавцов был бы сильный тыл. И этот сильный тыл создают именно предприниматели, создают именно те люди, которые нанимают их на работу. Поэтому сегодня пойдет речь о предпринимателях, о лидерах. И являются ли они лидерами, или же они хотят быть бигбоссами и создавать что-то грандиозное, большое, и вот эту играть в эту игру бигбосса. А на самом деле они должны были быть лидерами, мотивировать свою команду и действовать как тактически, так и стратегически. Вот об этом сегодня мы будем говорить. Об этом сегодня я буду вещать. Пока жду вас, дорогие друзья. Надеюсь, что вы потихонечку будете подтягиваться. и тема будет все больше и больше развиваться. Интересно, насколько хорошо ли вы меня слышите, как вообще контакт, слышно ли меня. Было бы классно, если бы вы и в Инстаграме, и в Фейсбуке дали бы свое окей, лайк, плюсик, все что угодно, для того, чтобы я понял, что вы с нами. Для того, чтобы я понял, точнее говоря, что вы меня хорошо слышите. Окей. Хорошо. Хорошо, друзья. Значит, тема, как я уже говорил, что входит в функцию лидера, что входит в функцию под лидером, я имею в виду собственника предпринимателя, что входит в функцию предпринимателя, на что он должен обязательно обращать внимание, и что, как я замечаю с нашего опыта, к сожалению, не делают многие предприниматели вообще. Что они делают? Давайте перейдем к делу. Очень много предпринимателей хотят, надеются, ждут манны небесной, ждут чуда. Да, друзья, ждут чуда. Что означает? Они думают, что мы сейчас наймем какого-то золотого, обалденного продавца, который решит за нас всю проблему. И нам будет все хорошо. Мы будем заниматься стратегическим мышлением, мы будем думать о продукте, мы будем делать разный вид другой деятельности. Но вот продавец, он будет продавать и будет получать свою провизион или комиссию, как называется это на русском языке, и все будет прекрасно, и я готов ему платить большую комиссию, и пусть он это делает, и все отлично, а я буду заниматься продуктом. Вот очень такое мнение встречается, к сожалению, на территории СНГ. Да, и потом происходит следующее. Говорят, ну, блин, вот был когда-то у меня на работе или где-то я там знал какого-то продавца, все шли обедать, а он звонил, звонил, разговаривал, он что-то делал, и вот да, вот это продавец от Бога. Был такой продавец от Бога. Друзья, это меня всегда так радует, это так реально умиляет меня. Вот я хочу сказать, если такой продавец и есть, то этот продавец будет по-любому не работать не у тебя. Этот продавец будет работать на себя, скорее всего, или же ты идешь всегда в еще более лучшую компанию. Вот, и поэтому начинаются такие выражения и мысли, да, да, люди не хотят работать, я все делаю для них, я стараюсь, я из кожи вон выхожу, они не хотят работать, я готов соплатить им нормальные деньги, комиссию, не хотят продавать. И такого рода алиби многие предприниматели, собственники рассказывают сами себе, друзья. Это отговорки, друзья, это отговорки, с которыми вы должны прощаться. Дело в том, что когда мы создаем бизнес, мы, конечно же, мечтаем, что все попрет так, что ого-го, и мы будем раздавать это все как пирожки, и продавцы, когда идут на работу, они думают, что они займут функцию кассира, да, который будет просто кассировать деньги на кассе, который будет считать, выставлять счета. Это все не продавец, и это все не про продажу, и это все не про бизнес, и не про лидерство, и не про предпринимательство. Это про какую-то хумеру, фантазию и сказки про успешный успех. У нас в Германии говорят, когда ты фирму открываешь, тебе говорят, это первые 10 лет тяжело, ты работаешь по 10, 15, 20 часов в день, впахиваешь просто день и ночь, и тебе говорят, слушай, не переживай, это первые 10 лет тяжело, потом привыкнешь. И на это надо рассчитывать. Ты как предприниматель работаешь больше всех, лучше всех и мудрее всех. Конечно же, ты не должен делать все, ты должен аутсорсить, ты должен перекладывать на других обязанностей, это смысл предпринимательства переложить, но задумайтесь, что переложить и как переложить. Дело в том, что одной из главных функций предпринимателя, друзья, является создать поток денег, доставать деньги, делать так, чтобы деньги приходили в компанию. Это его самая главная функция. И если вы разберетесь и окунетесь в этом глубже, то вы заметите, что это как у маленьких успешных предпринимателей, которые работают в один, в одного, в двух, в трех, в четырех человек. Я знаю очень успешных компаний, которые делают реально три миллиона евро оборот в год, работая четвером, всего лишь четвером. Но задача этой компании, задача предпринимателя этой компании находить новых клиентов. Находить и удерживать новых клиентов. Все. У них нет никакого отдела продаж, у них маленькая структура, и предприниматель является главным локомотивом. Идем дальше. Компания, которая от 10, 20, 30 человек, где есть отдел продаж, задание предпринимателя, его главная функция, чтобы поступали деньги в кассу, чтобы был кэшфлоу. Логично? Логично. Не будет денег, не будет ничего. Помните наш самый главный девиз. Главное, чтобы были продажи. Все остальное наладится. Все остальное можно купить. Главное, чтобы были продажи. И это задача предпринимателя. Если ты предприниматель, не делай отговорки, не придумывай себе, что ты кого-то найдешь, какого-то ропа, какого-то лидера, какого-то... Ты сам должен это сделать. За тебя это никто не сделает. Если кто-то может это сделать за тебя, он сделает это сам себе. Зачем ты ему? Окей. Хорошо. Значит, что он должен делать? Он должен сам продавать. Он должен-то понимать, что это входит в его главные обязанности продавать и заботиться о продаже. То есть, что это означает продавать? Первым делом он должен понимать, что какую стратегию он будет использовать без стратегии, у вас мало шансов. Точнее говоря, вы будете крутиться на месте. То есть вам нужна точная стратегия, понимая, где и как вы будете привлекать потенциальных клиентов, где и как находится ваш целевой клиент. Допустим, это могут быть event marketing, выставки, это могут быть холодные звонки, это могут быть холодные визиты, про холодные визиты вообще отдельная тема, я не приветствую их, потому что на этом много тратится время, но есть действительно бранжи, где холодные визиты могут сработать. Холодные звонки всегда работали, и самый дешевый маркетинговый инструмент – это холодные звонки, друзья. Их меньше всего, кто хочет делать, и больше всего приносит результаты. Если делаете это правильно, систематично и активно. Окей. Но об этом мы еще не раз поговорим в наших лайфах. Напоминаю еще раз для тех, кто пришел. Наши лайфы будут проходить еженедельно. Подле Sales Code будет информировать и делиться своим опытом в продажах, в переговорах и в лидершип. Как руководить, как мотивировать свой персонал. Сегодня мы как раз поговорим о теме, что должен делать руководитель бизнеса, на что он должен обращать внимание. Итак, продолжаем, друзья. Продолжаем. Значит, он должен понимать стратегию, понимать, где его клиент, где его целевой клиент и как он будет искать его, как он будет до него достукиваться, как он будет доходить до него. Да, если я говорю выставки, это А вариант. Там, допустим, мы сами можем выставляться на выставках, но мы можем также понять, на каких выставках есть наши клиенты, где мы можем просто прийти, они уже там стоят, они не могут убежать. Почему? Потому что они просто на стейде стоят. И они там стоят 2-3-4 дня. И я могу за эти дни спокойно выйти на человека, который принимает решение, договориться с ним, обвиняться визитками, познакомиться. И за счет этого набирать клиентов. И вначале должен делать это шеф компании. Друзья, никто другой. Именно ты, как шеф, должен этот путь проделать. То же самое, что касается продаж. То же самое, что касается холодных продаж. Да, ты должен это проделать, чтобы понимать, как это вообще работает. Как это работает, как это можно потом дальше будет передать. То есть, если ты будешь понимать методику и весь путь от подготовки к продаже до закрытия сделки, то тогда у тебя будет намного больше шансов донести это до твоего работника, до менеджера по продажам и сделать это так, чтобы он тоже это понял. После чего его следующая важная функция, skills руководителя – это умение продавать. Действительно уметь продавать и уметь договариваться, уметь коммуницировать. Почему? Потому что собственник бизнеса, кроме того, что он продает своим клиентам, кроме того, что постоянно их суппортит, кроме того, что он отвечает еще своим лицом, своим именем, своими деньгами, своей ответственностью за сервис и за все, что он отдает, кроме этого, ему надо еще коммуницировать и общаться, друзья, с поставщиками. А как мы все знаем, кто был в бизнесе, всегда есть какие-то непонимания. Позже доставили, подняли сцены, ты договорился по другой цене. То есть, тебе надо с ним уметь коммуницировать, точнее говоря, уметь вести переговоры. Кстати, умение вести переговоры, умение коммуницировать Уоррен Баффетт считает одним из самых своих важных знаний. Именно этот диплом о Дейла Карнеге висит у него в офисе. Никакой другой. Кто не знает, кто такой Уоррен Баффетт, рекомендую посмотреть. Это один из самых крутых, самых больших и самых успешных инвесторов мира. Уоррен Баффетт считает, что умение коммуницировать, умение вести переговоры – самый важный навык. Задумайтесь об этом и насколько по-вашему это действительно так. Мне тут спрашивают, как у меня настроение. Настроение у меня прекрасное, спасибо. Окей, идем дальше. Идем дальше. Значит, мы, как предприниматели, должны уметь продавать, мы, как предприниматели, должны уметь договариваться с поставщиками, мы, как предприниматели, должны уметь договариваться с нашими партнерами и, конечно же, с нашим рабочим персоналом. Это входит в обязанности. И многие путают договариваться, коммуницировать и давить, прессовать, кричать, заставлять. Это, конечно же, коммуникация, если здесь общее название, но это антикоммуникация, потому что к нормальному результату это не приведет. Следующий пункт, когда руководитель бизнеса понимает свои функции, проделывает эти функции, постоянно оттачивает эти функции. И понимает, окей, один я, допустим, делаю там оборот в месяц 10 тысяч, если я поставлю троих людей, мы будем делать там совместно 30 или 40 тысяч. Супер. Его следующая функция теперь набрать правильный персонал. Он набирает персонал и после чего обучает этот персонал. Он обучает, постоянно помогает им сделать, получить этот навык для того, чтобы им было легче продавать. И чем лучше компания, тем больше компаний, естественно, они привлекают экспертов со стороны для того, чтобы это улучшить. Очень часто, когда мы приходим в компанию, мы спрашиваем, окей, что у вас уже есть? Расскажите про вашу компанию. Как вы продаете? Что вы делаете? И начинается, мы 15 лет на рынке, вот наш продукт самый лучший, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Я говорю, окей, есть что-нибудь, какие-нибудь заготовки, скрипты, методика, техника, наработки, что вы будете говорить? Нет, ничего нет. Окей. Супер. И как вы продаете? Ну, как продаем? Ну, а что вы продаете? Вот предлагаем и покупают? Да, покупают. Вау. Распект. Но покупают не столько, сколько надо и не так, как бы хотелось, и не в том количестве. И поэтому, поэтому, именно поэтому мы находимся тогда в этой компании. Почему? Потому что 15 лет и делают как попало. То есть задача предпринимателя, после того, когда он сам продал, после того, как он понял, как он это делает, систематизировать и сделать из этого систему. Что это означает? Это означает, допустим, он может понять, какую систему будет использовать. Setter-closer-princip. Setter-closer-princip – это когда мой подчиненный делает мне встречу или же звонок с потенциальным клиентом, делает уже предморальный контракт. Предморальный контракт – это когда мы позвонили в холодную, договорились о встрече и договорились, что если ему все понравится, он купит. И он ему это подтвердил. Звучит нереально, и это прекрасно понимаю. Но для тех, кто является фанатами нейрокибернетики, для тех, кто проходил нейрокибернетику, знает, о чем я говорю, видели сами на деле, как я это проделываю. Если я был у вас в компании, вы по-любому этим наслаждались и видели вживую, как я для вас продаю и по телефону делаю моральный предконтракт, так называемый. Окей, идем дальше. И после чего вторым шагом уже тогда клоузер, в этом случае это сам шеф, сам бигбосс, закрывает сделку. Вот так. После чего, если компания еще вышла, стала лучшим уровнем, тот человек, который лучше всего продает, у него больше всего шансов, то он становится клоузером, а другие – сеттером. То есть все сводят на него. Вот, допустим, как вариант. Это не обязательно должна быть именно эта стратегия и эта тактика. Это не обязательно. Я показываю вариант и говорю, что должен делать руководитель бизнеса. Он постоянно должен думать о приходе денег. А что значит о приходе денег? Ведь задумайтесь. Единственное, еще раз повторю, единственный отдел, который приносит нам деньги – это отдел продаж. Ни маркетинг, ни контролинг, ни отдел разработки продукции, ни бухгалтерия. Все они затрачивают наши деньги. Маркетинг тратит деньги. Кто думает, что маркетинг не тратит деньги, или же он не понимает, в чем делает, или он просто не работал в маркетинге. Маркетинг всегда говорит – дай денег, дай на бюджет, дай на рекламу, дай денег, давай это сделать, давай покреативим, давай вот это, давай вот это, и вот это давай. И ты даешь, 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 даешь. А откуда ты даешь? Даешь или собственного кармана, который деньги ты накопил, или же отдел продаж приносит тебе деньги в клюве для того, чтобы ты мог их отдать. Бухгалтерия тебе говорит, дай деньги, надо сделать бухгалтерию. Те, кто занимается продукцией, собирают мебель или же, не знаю, продают покрышки, колес, все, что вы не делали. Если вы занимаетесь продукцией, у вас есть такой отдел, который занимается продукцией, ему надо платить, и он стоит денег. Он тоже не приносит вам деньги. Приносит деньги только отдел продаж. И ваша задача, естественно, держать все под контролем, но ставить фокус, как предпринимателя, на отдел продаж и постоянно держать руку на пульсе, контролировать, контролировать, помогать и вести. Это важная функция – вести, контролировать, мотивировать, помогать и вести. Это должен делать предприниматель. Я больше скажу, в огромных компаниях, в больших компаниях, где есть реальные бигбоссы, где они только бонни, бонусы годовые получают по полтора-два миллиона, занимаются ничем другим. Только занимаются не самим отделом продаж, а мотивируют, ведут, стратегически мыслят и помогают, доносят это до своих лидеров. Лидеры спускают это на ступень ниже и доносят это до отделов продаж. Это функция руководителя, это функция лидера. Но если у вас компания не Vodafone или же не компания Metro Group или еще что-нибудь, а, грубо говоря, маленькая или же средняя компания, то ваша функция, самое главное – продавать и заботиться о продажах. Потому что все остальное, еще раз повторюсь, вы можете купить. Не убегайте от этого. Смотрите, я каждый день веду сейчас в кризис 4 бесплатных консультации в день по теме продаж, по теме переговоров, по теме холодных звонков, входящих звонков, как закрывать сделки и как работать с отделом продаж руководителем бизнеса. Именно для бизнесменов. Так вот, могу вам сказать, на 95% руководителей бизнеса до конца не понимают, что им надо делать. Именно поэтому сегодня я попытаюсь это донести и мы будем делать это постоянно. Значит, окей, мы поняли, что руководитель должен продавать. Если же кто-то еще не понял, положу такую вишенку на тортик для того, чтобы вы могли реально это реализовать и ответили себе на следующий вопрос. Как вы думаете, представьте, вы предприниматель, вы бигбосс вашей компании, неважно, там, у вас маленький ларек или же, ну, будем говорить, там, автомастерская или лизинговая компания, где в 30 человек вы продаете просто лизинг как финансовый продукт какому-то банку. У вас вылетает ваш самый главный клиент, который приносит от 60 до 70% оборота в год вашей компании. Вам в кошелек, вам в кассу. Что вы делаете? Вы говорите, Андрей Васильевич, ты у меня самый хороший продавец, езжай к нему, езжай с ним, разговаривай. Вы говорите, да, там в отделе продаж что-то разберется. Или же вы поднимаете жопу от стула, берете тогда телефон, хотел его схватить, но он занят, коллега. И начинаете звонить, дозваниваться до этого клиента и узнаете, почему, что случилось. Как эти деньги, которые поступали к вам, больше не поступают. Как он обиделся, он разозлился, что-то произошло не так. В чем проблема? В чем проблема? И я хочу вам сказать, что очень часто случалось лично со мной, когда мне звонили реально большие взрослые дяди, когда наша компания, которая закупала, допустим, листы, принт и различный материал на десятки, буквально на десятки тысяч евро. И я думаю, мы не составляли им 70% прибыли годового оборота, но это было намного меньше. Когда мы от них уходили, мы получали звонок от одного из руководителей компании. И именно они пытались нас вернуть. У некоторых это получалось, у некоторых не получалось. Мы проигрываем или выиграем клиентов не потому, что у нас лучше или хуже продукт, а потому что у нас лучше или хуже знание и умение договариваться и продавать. Окей. Хорошо. Хорошо. Если вы понимаете, что именно ваша функция, и вы соберетесь и поедете к этому клиенту, вы поднимете трубочку и будете звонить, то тогда, я надеюсь, смог до вас достучаться, и вам имеет смысл смотреть дальше. Если же вы говорите, да нет, я отдам, он у меня есть самый лучший продавец, пусть он едет, тогда вам будет навряд ли это интересно, потому что сейчас мы будем говорить, что конкретно бизнесмен, руководитель, лидер, для меня это является лидером, должен делать. Почему я называю лидера? Поясню сейчас. Дело в том, что этот человек, который организовал этот бизнес, который организовал этот бизнес, является лицом и отвечает больше всех, чем кто-либо в его компании, несет ответственность больше, чем кто-либо за все, что в этой компании происходит, и за всех. То есть, если в этой компании работает всего 10 человек, всего лишь 10 человек, из них 5 в отделе продаж, то собственник бизнеса отвечает минимум, если всего 10 человек, а он 11, то он отвечает минимум за 20 человек. Минимум, а то бывает и 30, хотя работает вроде у него всего лишь 10, потому что у этих людей есть семья, у этих людей очень часто есть дети. И если эти люди ничего не заработают, в конце месяца они не получат деньги. И неважно, как они продают или что они делают, кто-то бухгалтер вообще не продает, там маркетинг вообще не продает, он делает совершенно другую функцию, он ответственен на 100% за них. Именно поэтому это может быть только лидер, тот человек, который мотивирует пойти за ним. И тот человек, который говорит, друзья, у нас есть миссия, у нас есть идея, мы сейчас совместно заработаем деньги, мы совместно поможем, поможем нашим потребителям. Это может быть только лидер. Так вижу я, так видит один из наших коллег и близких моих друзей Ларс Лорсбах. И также об этом пишет и говорит один из лучших спикеров, тренеров, что касается лидерства и предпринимательства, как должен думать и делать предприниматель, Борис Грындель. Для тех, кто в Германии наверняка слышал это имя, если вы в Германии не слышали, советую почитать вам его книги, послушать его лекции. То, что сделал этот человек, хочется просто стоя аплодировать. Для тех, кто не знает, это один из известнейших тренеров именно высшего руководительного звена. И именно это он тоже доносит. Лидерсип, они как по-немецки говорят, фюрмскрафт, что вот это жесткое руководство. Нет, и ты должен быть лидером, ты ведешь, ты управляешь, ты мотивируешь, ты поправляешь, ты помогаешь. И это все входит в твои, вдруг, обязанности. Коллеги, если вы предприниматель, это входит в ваши обязанности. Окей, идем дальше. Значит, когда я провожу консультации, я слышу следующее. Я задаю вопрос, есть ли у вас скрипты, есть ли у вас методика, может, вы вообще проходили какой-то системный подход к продажам. Есть ли у вас что-нибудь? И в 95% случаев я слышу нет, этого ничего нет. Так вот, задача предпринимателя пройти это сам, подготовить это, и после чего передать это своим работникам, своему отделу продаж. Шаг первый. Шаг второй. Конечно же, поставить KPI. Об этом я слышу очень много. И кроме того, что его надо поставить, его надо постоянно контролировать. Что значит контролировать? Допустим, вы создаете чат-группу, и каждый вечер вам присылают отчетность. Окей, вы видите теперь эту отчетность, ну что с ней делать? Знаете, что я слышу, когда я спрашиваю, контролируете? Да, да, контролируем. И что? Ну не выполняют, не делают, а что сделать? Ну вот плохие. Увольнять теперь их что ли? Увольнять? Что делать? Ну ничего не сделаешь. Это не руководство. Когда вы так думаете, когда у вас такое мышление, так в этот момент вы не руководите. То есть, что получается? Если у нас, давайте я вам покажу, выглядит следующим образом процесс. У нас есть план, вот, и этот план, здесь он в старт, в раму нулю, и здесь в этом плане у нас результат, exit. Какая-то сумма. И на этапе, на каком-нибудь из этапов, мы замечаем, что у нас идет спад. То есть, что это означает, на каких из этапов. Допустим, если мы просмотрим все процессы, возьмем это одного человека. То есть, вы должны смотреть каждого менеджера по продажам индивидуально, не в совокупности. Почему? Дело в том, что у вас может быть отдел продаж, и вы решили, поставили цель сделать 10 тысяч евро, 15, неважно, просто сумма 10 тысяч евро оборотов в месяц. Ну, не просто вот, как бы сумма. Или же 100 тысяч, это не будет никакой роли играть. Как часто нужно скрипты продаж? На что ориентироваться? Окей, отвечу, что 8 час на этот вопрос. Итак, 10 тысяч в месяц вы решили, значит, у вас стоит план. 10 тысяч должен делать, допустим, 3 человека. И вы делаете иногда 9, иногда 11, иногда 8. В конце года этот плюс-минус план соблюдается на 90%. Вроде бы можно было сказать, ну, все же хорошо. Так нет, друзья, это нехорошо. Почему? Потому что даже если вы приходите, даже если вы приходите на 100% к этому результату, то есть в конце года, у вас получается 100% вот здесь. Вы такие, вау, все отлично, 100% мы достигли, все хорошо. Но это как раз-таки неправильное руководство. Правильное руководство будет следующее. Вы понимаете, что у вас есть работники А, работники Б и работники С. Работники А это те, паре то принцип 20-80, это которые, это 20% работников, которые делают 80% оборота всей компании. Еще раз, работники А это те работники, которые делают 80% всего оборота. Остальные 80% этих работников делают всего лишь 20% оборота. И они являются работниками Б и работниками С, друзья. В совокупности вы приходите 10 тысячам в месяц, в оборот там 100 тысяч, 120 тысяч в год. Неважно в сумме, мы определили просто сейчас как за х число. Но это делают всего лишь 20% ваших работников. То есть, если это у вас отдел продаж состоит из 10 людей, то 2 человека делают в месяц 8 тысяч, а остальные 80%, остальные 8 человек делают только 2. Так вот, ваша задача отфильтровать этих людей и сфокусироваться на этих 20%. Вопрос такой. Вопрос к вам. Скажите, если у вас сейчас вы понимаете, вот С, мы все, мы с ним попрощались. Что мы делаем с С? Мы с ним прощаемся. И это надо понимать. И прощаться надо уметь. Не надо оскорблять, надо помочь, потому что этот человек не подходит для моей компании. Он тянет меня и всех остальных назад. И самое главное, он тянет самого себя. С ним надо прощаться и дать ему шанс хорошо уйти для того, чтобы он мог себя реализовать и быть счастливым. Потому что обычно вот этот работник С, он несчастлив. Ему не нравится все. Он плачет больше всех. Значит, у нас остались работники Б. Или мы понимаем, у нас только работники Б. Что мы тогда делаем? Что мы делаем, если у нас работники Б? Хотел бы услышать от вас ответ, друзья. Что мы делаем, если у нас работники Б? Жду ваших комментариев. И что мы делаем, если у нас работники Б? Окей, если у нас работники Б, то наша задача, как лидера, искать работников А. Это наша самая главная задача. И понять, можем ли мы из Б сделать работника А. И вот теперь мы возвращаемся к теме помогать и приводить. Подтягиваем до А. Отлично. Мотивируем. Отлично. Но кроме мотивации, мы должны его взять за ручку и провести этот путь. Иначе не получится. Что это означает? Давайте я сейчас поясню. Допустим, мы берем, просмотрим ежедневно отчет, ежемесячный отчет, еженедельный отчет и ежемесячный отчет. И понимаем, что он должен, допустим, мы знаем, опять-таки, у нас должна быть и наша задача, как руководителя, иметь статистику. Понимать, сколько звонков я должен делать. Допустим, я должен делать, сейчас возьму пример. В неделю 25 звонков. Делаю 25 звонков. Просто, как пример. Из этих 25 звонков в неделю я назначаю, допустим, 10 встреч. Из этих 10 встреч получается, допустим, возьмем по самому плохому раскладу 3. Вот, 25 звонков, 10 встреч, 25 контактов, 10 встреч, 3 продажи. Окей. Что делает А, работник? Он делает, он делает, начну с этого, он делает, допустим, 8, 9. Он делает между 18 и 15 встреч, и он делает, вдруг мы с того, не сего мы узнаем, от 30 до 40 звонков. Это делает лучше. Окей. Хотя план у вас, возможно, и не такой. Что делает средний? Он делает 25, 25, он делает 15 встреч и продает 6. И держится своего плана. Представим, что это будет план. Окей. То есть, мы видим, вот этот работник не догоняет, не успевает. У него на этом этапе, на этом этапе проблема, и у него на этом этапе также проблема. То есть, наша задача, мы понимаем, ага, он делает, он делает, сколько мы должны ему и сказали, 25 звонков. Если он делает меньше звонков, то он вообще работник C. Окей. Значит, почему он, у него здесь не получается? У него слабые техники, он не знает, как делать, он не умеет назначать встречи. Здесь вам надо это проконтролировать и проделать вместе с ним. Вместе с ним. Для того, чтобы проделать вместе с ним, вы должны уметь и быть коучем для него. Да, это вы делаете внутренний коучинг. Именно поэтому мы проводим обучение для внутренних тренеров, для внутренних коучев. И это одна из задач лидера, одна из задач шефа компании, сказать, дружище, давай-ка мы посмотрим. И поверьте мне, вы услышите столько аргументов, столько рассказов. Да я сейчас не могу, ты шеф, ты не понимаешь, у меня тут бабушка умерла, я переезжал, я бла-бла-бла-бла-бла-бла. Вы ему говорите, стоп, вот статистика. И эта статистика на протяжении полгода, за полгода уже и бабушка могла переродиться, и переехать можно пол-три раза, и ремонт сделать, и все остальное. Вот статистика у тебя, вот статистика у других. Поэтому, дружище, здесь проблема. Первым делом мы проверяем эту и эту, этот и этот шаг. Мы проверяем его в тренировке, мы становимся спарринг-партнером и смотрим, что он может. Именно вот здесь вы можете понять про ваши скрипты. Я вообще не за скрипты, дружище. Могу сказать честно, если брать скрипты и не скрипты, то тогда классно, что они у вас есть. Но если мы говорим профессиональный продавец, то он не пользуется скриптами. Скрипты – это для того, чтобы понять методику. Мы обучаем системе нейрокибернетики в продажах и переговорах, системе нейрокибернетики в ведении персонала. Там нет скриптов. Скрипт – это переходящая фаза, когда вы обучаетесь, но в живых полях, в реальном бою нет скриптов. Вы не открываете, если стоите на татаме, если стоите на ринге, не открываете книжку, буду биться левый, правый, уходите, вот так посмотрю, что… Нет, мы работаем вживую. Мы знаем точно, что делать, как двигаться. И этот скилл у нас остается на всю жизнь. Недавно я смотрел, как Майк Тайсон учит бойцов профессиональных ММА. Майк Тайсон учит вот сейчас, в 2020 году. Он уже не тренируется, он уже не тот Майк Тайсон. Но когда он начинает двигаться, эта аура Майка Тайсона просто взлетает. Ему не надо смотреть в книгу, ему не надо думать, как это было. Это работает на его подсознании, это работает рефлекс, и он двигается намного лучше, чем те бойцы. Это профессиональный боксер. То же самое я жду от профессионального менеджера по продажам. То же самое жду от профессионального человека, который ведет переговоры. Он не должен думать. Очень хреново, если человек, который ведет профессиональные переговоры с террористами, скажет, какой же у меня тут скрипт был? Блин, что я буду использовать? Он фильтрует эти скрипты. Он может их моментально в голове составлять. Почему? Потому что у него есть пошаговая методика. Допустим, в норогибернетике есть первый шаг, это 12 шагов. Это один из шагов, 12 шагов. И вы можете пользоваться ими в любом направлении, слева, вправо, и всегда они придут к нужному результату. Поэтому, если у вас нет такой или аналогичной методики, и у вас скрипты, то проверяйте, насколько эти скрипты действительно заходят. Насколько скрипты эти живые. Потому что запишитесь ко мне на бесплатную консультацию, это очень легко, она ничего не стоит. И мы проверим с вами, я буду вашим спаринг-партнером, вы покажете мне, как мне продаете, а я продаю вам ваш продукт. И вы заметите, живые ваши скрипты или же не живые. Понимаете? Когда вы начнете включать робота и говорить, мы, компания, такая-такая, это 20 лет на рынке. Все. Они не живые. Я не знаю, вчера вы их сделали или сегодня. Они не нужны. Выкиньте, сожгите их. Отдайте конкурентов, пришлите им по почте. Вот. Я рекомендую, сделайте такое добро, запакуйте, даже если вы за них заплатили. Если это не живая речь. И там что-то про вашу компанию впаривается, там что-то рассказывается про то, что какие вы классные, что у вас самые... Запакуйте это и отправьте по почте вашим конкурентам. Скажите, спасибо, большой подарок от нас. Не пользуйтесь этой ерундой. Всем наплевать, какие у вас скрипты, какая у вас компания, какие вы там большие, классные, сколько... Речь идет всегда. Я покупаю у человека и продаю человеку. Общаясь с человеком или общаясь с какой-то компанией, которым я хочу что-то втюхать. Если ваш скрипт не идет от сердца к сердцу, не затрагивает эмоциональной кнопки и понимает в вашем скрипте, что ему звонит друг, и не важно, насколько серьезный продукт, то эти скрипты нужно обновлять. И в любом случае я советую вам просмотреть и посмотреть, живой это скрипт, человеческий это скрипт. Будешь ли ты так в жизни говорить с другом или нет? Если нет, конкурентам или в помойку. Окей. Значит, мы понимаем, он, допустим, на фазе назначения встречи делает меньше, чем нужно. Средний делает 15, он делает 10. Почему? Мы являемся его спаррик-партнером, мы попробовали. Даже в B2B, в B2B особенно, в B2B это самое важное. То есть вчера я продавал для компании ТОК, и звонив этот звонок, к сожалению, камера не сработала, обязательно запишу. Я позвонил и со словами я переведу. Я сейчас изменю имя просто. Позвонил, говорю, Женя, приветствую тебя, это я, Володя, меня зовут Володя. Я думаю, на самом деле, что мы не знакомы. Или? Он говорит, не, не знакомы. Но в этот момент он задумался, и у нас общение сразу же изменилось. Я говорю, неважно, знакомы или нет, я буду честен с тобой, я продавец, я хочу выиграть тебя как клиента. Речь шла о закупке ТОК от 3 до 5 тысяч в месяц. Понимаете? Это неважно. Мы продавали и ТОК, и медицинский, герой, это хочется на немецком сказать, медицинскую технику, и фильтра для огромнейших машин, и масла, и нефти, или дизель для машин, которые продаются только для заводов, для индустрии. Все что угодно. Человек покупает у человека. И есть один момент, почему он принимает решение. Этот момент называется эмоции. И это, грубо говоря, доказано в нейрокибернетике, а также это доказано и показано в Limbic Sales. Они доказали, это книга, которая научно доказана и объясняет, почему происходят в голове те или иные процессы, и почему, как мы принимаем решение. Это все отдельная тема, именно на это заточена нейрокибернетика. И понимать, какие кнопки надо нажимать для того, чтобы вызвать этот интерес и позитивную, или же, если мне надо, негативную эмоцию. Речь не о боли. Окей. В B2B отвечаю, да. В B2B очень важно не вот это все неживое, и что впаривается и втюхивается. Особенно, если вы находитесь в СНГ. Именно когда я вышел в 2016 год в СНГ, именно когда я вышел, и когда увидел, что там творится, я просто сказал, я обязан поделиться этими знаниями. С теми людьми, которые говорят на моем том же языке, которые понимают и думают, и мыслят, и выросли на тех же фильмах, как и я, несмотря на то, что я вырос в Германии. Несмотря на это, хочется просто передать и дать им возможность, чтобы они не впаривали, не рассказывали, не грузили, а давали возможность клиенту купить. Окей, спасибо. Все-таки важно выстроить отношения с клиентами. Конечно, важно общаться и выстроить это отношение. И вы можете его выстроить уже с одного звонка. Поверьте мне, на втором звонке он будет знать, о, Володь, привет, ты будешь на ты с ним говорить, если будешь знать, как это сделать. Поверьте мне, в этой стране, в Германии, где мы все говорим на вы, я очень быстро общаюсь с людьми на ты. И мой коллега, мой ментор, там, где я проходил обучение, Марк Рэмшайт, когда начинал, говорит, я не знаю, как ты это делаешь, но, блин, ты очень быстро переходишь на ты. Людям это нравится. Походу, это надо перенимать. И людям очень нравится, когда мы быстро переходим на ты, но не фамильярничаем. Почему? Опять-таки ученые это доказали, потому что, когда мы говорим на ты, с кем мы говорим на ты? С нашими близкими и с друзьями. И наш мозг воспринимает эту информацию гораздо лучше. Поэтому отношения – это все. Я не хочу продать каждому клиенту. Я хочу, чтобы с каждым клиентом, с которым я столкнулся потенциально, чтобы он сказал, блин, сейчас я не купил, и я знаю, почему он не купил, потому что он мне выложит все. Но если мне надо, только Владимира Поблиса. Потому что нигде лучше, никто лучше меня не проконсультирует и меня лучше не обслуживает. Что это означает? Не продаст. Потому что он не хочет меня впарить, а речь идет о нем. Как это, почему это работает, я буду рассказывать на вебинаре, в следующих лайфах. Кстати, следующий лайф пройдет очень интересно. Будет у нас гость, который придерживается системы Вулфа Уолл-Стрит, Белфорда системы, прямая стратегия продаж. И мы проговорим, кто круче, насколько она эффективна и насколько она действительно адаптивна на рынок постсоветского пространства в СНГ. Что там хорошего, а что не очень. И насколько отличие с нейрокибернетикой. Я покажу, как эффективней и более на практике вы можете это с легкостью применять. Окей, идем дальше. Значит, мы понимаем, что у нас 10 встреч из 25 звонков. 10 встреч. И оттуда всего лишь 3 продажи. Окей, почему 10? Выясняем это. Мы являемся его спарринг-партнером. Если понимаем, все окей, может он боится звонить. Может он не знает. То есть он в жизни нормально, когда мы делаем ролевую игру, тренинг, он нормально делает. Мы берем телефон и он сдуется. Все, он не может. Теперь вопрос. Могу ли я это что-то сделать? Могу ли я его поправить? Не могу. Окей, значит, с этого момента вы смотрите, можете ли вы это взять в компании, взять у вашего лучшего, кто у вас лучше всех, и с ним поговорить и сказать, дружище, как ты это делаешь? Покажи. Вы берете его и проделываете это с лидером, с лучшим продавцом компании. Окей, бывает такое, что лучший продавец компании не придержит ни ваших скребцов, ни ваших техник, ничего. Почему? Потому что он делает это сам. Это очень часто бывает. Обычно эти люди проходят где-нибудь отдельно подготовку по продажам, и поэтому они такие крутые. Но они могут продавать, но не могут эту методику передать. То есть они сами могут это сделать, но как донести? Они не могут. Почему? Потому что у них нет практики, обучения, доношения, это для людей. И в таком случае, если вы как предприниматель не можете помочь ему, приветствую, если вы как предприниматель не можете помочь ему поднять здесь из 10 хотя бы 15, вы берете эксперта по продажам, тренера по продажам. Но, обратите сразу же такой лайфхак, если вы берете тренера по продажам, как вам надо его брать? Вы ему говорите, дружище, отлично, все классно, вот тебе трубочка, вот тебе телефончик, вот клиенты. Вот клиенты, звони, покажи, что ты умеешь это делать. Не на практике, не на теории, бла-бла-бла-бла, возьми трубочку и звони. Возьми и покажи, что ты это можешь делать. И реально люди, которые умеют продавать, которые горят продажами, которые кайфуют, поверьте мне, продадут вам так, что просто вспоминается фраза из «Ухо волстри», да, когда он говорит, как бы, если я продам 4 тысячи акций, вы заплатите мне 10 тысяч. Он говорит, я не просто заплачу вам 10 тысяч, я еще и вам сделаю. И буду этому очень рад. Да, то есть посмотрите, чтобы он это мог действительно делать на практике, а не просто рассказывал в теории. Теория никому не поможет. Как вы вышли на ринг, как говорил Мухаммед Али, получили один раз по лицу, и на этом вся теория заканчивается. Поэтому он должен это уметь. Корпоративный тренер должен уметь звонить, выезжать, закрывать сделки лучше всех, чем вы кого-нибудь знаете. Из вашей компании, из вообще вашего круга других предпринимателей. Это тренер. Он делает это реально классно, он от этого кайфует. Спасибо, да. Вот тогда этот человек, тогда этот человек проходит плюс. А второе, какая у него методика, и как он ее передает. Может ли он зажигать или не может зажигать. Может он это передать или не может это передать. Это на второй пункт вы обращаете внимание. Окей, теперь вы поняли. 10 из 10 он делает 15. Почему здесь он делает 3? Наверняка я могу сейчас уже вам ответить, потому что он не делает того, что не делают 95% продавцов. А что они делают 95% продавцов? Они не используют ни единой техники по закрытию сделки. Ни одной техники по закрытию сделки. Что они делают? Они приходят, они делают смолток, пытаются войти в доверие, наладить доверие. И после чего выявить потребность, выявляют потребность. И давайте представим, что они хорошо выявляют потребность. Выявляют эту потребность, выявили, все отлично, все хорошо. И потом они начинают презентировать. Они начинают грузить, грузить, грузить. Они это умеют лучше всего. Почему? Потому что всегда речь идет о стакане. Какой у нас классный стакан, если наш стакан продукт. Как он обалденный, какой он хороший. Он не ломается. Он пьет, его пьют и из этих стаканов и президенты, и короли, и, блин, и дети, и взрослые. Бла-бла-бла-бла-бла-бла. А я просто пить хочу. Ищу просто стакан. Вот. И хочу просто купить стакан. И его начинают грузить. И получается возражение. И он еще начинает бороться с ними возражениями, возражениями, возражениями. Доборолся с возражениями. И оставляет это все вот так лежать. И это уходит в никуда. 95% гласит статистика профессиональных продавцов. Имеется в виду слово про профессиональные. И, к сожалению, не то, что я в это вкладываю. Это те люди, которые работают профессионально в продажах. Они за это получают деньги. С этого момента вы становитесь профессионалом. Если мы будем разбирать слово профессионал. Так. К сожалению, для меня это не так. Окей. Не знаю от истинной боли клиентов. Первым делом. Отвлекусь. Во-первых, друзья. Особенно на рынке такое есть мнение. Надо знать боль клиента. Надо знать боль клиента. Есть 6 мотивов, почему мы покупаем или не покупаем. Я опять говорю, у меня это доказали уже психологи и ученые. Ученые, почему мы делаем действие или не делаем. И боль это одна из. Если вы покупаете Rolex, там нет никакой боли. Вы покупаете комфорт. И если вы этого не понимаете и ищете боль. Боль это, ему надо было спортивные часы. И для выживания, чтобы он мог в лесу там с ними бегать. По горам нырять по тысяче метров. И ему нужны часы. Это совершенно разные часы, если бы он покупает часы для того, чтобы красиво ими показать в обществе. Это совершенно разные мотивы. Но об этом мы поговорим еще не раз. Совершенно верно, Сергей, помогает мне. Это статус. Мотив называется статус. Да, друзья. 6 мотивов. Если вы хотите узнать про мотивы, что и как они формируются. То на подле сейлс-код в телеграм-канале я записал про это видео. Также, если вам понравится это видео, вы сможете спокойно в чате написать и получить PDF про 6 мотивов. Окей. Идем, друзья, дальше. Значит, также отрабатывается закрывание сделки. Как мы закрываем сделку? Как закрывать сделку? Это отрабатывается, нарабатывается. И после этого 1, 2, 3 раза сопровождается. Сопровождается. Если вы находитесь не в Германии, и если даже в Германии, я рекомендую вам записывать звонки для того, чтобы потом их прослушивать самому как эксперту, как руководителю бизнеса. И да, вы можете иметь не тот уровень, как имеет тренер. Это нормально. У вас совершенно другая экспертность. Но вы сможете договориться с тренером, с консалтинговой компанией, которая будет прослушивать и говорить, и оценивать звонки. И если там будет полный трэш, вы сразу об этом узнаете, и сразу сможете начать действовать. И работать над тем, чтобы это улучшить. Окей, это понятно. Значит, мы понимаем, контролируем, понимаем, ведем их за ручку, мотивируем для того, чтобы они двигались. Теперь мотивация. Как мотивировать сотрудников? Как мотивировать сотрудников? Как мотивировать сотрудников? Я скажу об этом, как говорил мой учитель Ларс, и его просто не стыдно сказать, что это учитель, это мой учитель, ментор даже не зазорно. Для меня это честь, что я смог поучиться у такого человека. У него было в подчинении больше 250 филиалов банковских, которыми он руководил. И он говорил одну вещь. Как мы мотивируем сотрудников? Никак. Мы ищем мотивированных сотрудников. Первым делом. Сотрудник должен хотеть, должен хотеть работать в моей компании, должен хотеть выполнять эту функцию. Он должен любить то, что он выполняет. Это первое. Второе. Мы должны награждать. Мы должны награждать. И эти награждения, которые происходят, они есть внешние и внутренние награждения. Они могут быть финансовые награждения, они могут быть моральные награждения. Что это значит? Это медали, кубки, доска почетов и тому подобное и так далее. Одни из наших клиентов, АМГ-центров, одним из самых больших в НРВ, когда вы в него заходите, когда вы в него заходите, там висят реальные плакаты и благодарство, благодарство работников. И ты такой думаешь, вау, начинаешь читать, потому что они реально красиво показывают. Такой же АМГ-центр, покупать машину от 100 тысяч и выше. И там вот такое стоит благодарство нашему сотруднику. И потом ты идешь по этому АМГ-центру и идут эти люди. Ты такое ощущение, что ты их знаешь. И они тебе говорят, здравствуйте. А именно в том, про который я центр говорю, они говорят вот так. Ты зашел, подходишь на рецепцию, тебе спрашивают, у вас есть встреча? Нет встречи? Ты говоришь, нет встречи, можно вашу визиточку. Ты даешь визиточку и ты идешь по этому центру и тебе говорят, здравствуй, господин, подлесть. Ты смотришь, я говорю, здравствуй, я знаю этого человека. И этот человек, который был на плакате и три других, не директора компаний, не высшее руководство, это продавцы, которые продают и приносят деньги. И они это поняли? Этот человек, который открыл этот автокхаус и является дистрибьютором Мерседеса, АМГ понимает, что эти люди приносят ему деньги в кассу и кормят его семью и весь его центр. И это мотивация внутренней эмоции, эго человека. И недавно я слушал такую вещь, когда мне говорят, да, но там одни и те же висят. Твоя задача как предпринимателя сделать игру и поднять, потому что другие, значит, демотивируют. Скажите, они все равно одни и те же. Делать, допустим, технику кнута и пряника, поднять им движение, мотивировать их. Следующая вещь, которую мы внедряли, допустим, в разные компании, которые продают финансовые продукты, в MLM-маркетинг, которыми занимаются. Мы внедряли, допустим, на выходные получаешь машину какую-нибудь очень крутую, типа Ferrari или Porsche, которая стоит по 250 тысяч. Дорогие машины, где они могут в выходные кататься или же неделю целую на них ездить, или целый месяц, зависит, что они выиграют. Также, допустим, такие призы там были в некоторых компаниях, как поездка в Нью-Йорк, в Нью-Йорке летают на вертолете по центру Нью-Йорка и так далее. Это зависит от компании, зависит от, насколько большая и масштабная компания. Но это должна быть реально большая цель, и она должна быть реально недостижима. Ну, ее можно достичь, но надо впакивать. Я сам работал в продажах и долгие годы, хотя я изначально предприниматель, но когда с самого детства предприниматель, и когда я учился, я устроился продавать фонды и акции, и страховки, и страховые разные полисы, то была такая же, такие же мотивации, и очень много этих мотиваций я выигрывал. И в какой-то момент это было интереснее выиграть это, чем заработать деньги. Деньги были это как дополнительный бонус. Поехать совместно с командой, поучиться. Допустим, я так выиграл тренинг у Бода Шефа, на тот момент в целом 18 тысяч, полное обучение, именно которым оплатила компания, в которой я работал. Я был не как сотрудник, а наемный работник, а как частный предприниматель, торгующий, продающий им их акции и фонды или же страховки. Это мотивирует, но цель и должна быть такая, чтобы приз должен быть такой, где у меня аж зажигается. Это первое, второе, третье место. Тут не надо скупиться, надо креативничать, надо думать, надо смотреть. Также выключился лайф, я должен переключить его второй раз. Итак, друзья, я снова с вами. Также, точно так же вы должны думать, как вы будете наказывать персонал. Да, друзья, как будете наказывать, как вы будете персоналом. Если он не выполняет, вы ему даете возможности, он не выполняет. Допустим, одна из важных, хороших вещей, если вы используете, допустим, еще не просто холодные звонки, а компания уже начала работать, колесо пошло, ваш маркетинг тоже заработал, у вас есть воронки продаж, и падают теплые лиды, то есть контакты, которые заинтересовались. Да, это не вылетело, друзья, извиняюсь, в инстаграме кто. Через, по-моему, 45 минут заканчивается сессия и все закрывается, поэтому пришлось еще раз зайти. Спасибо, что вы с нами. Я просто повторяю то, что сказал. Вы должны как предприниматель думать, как награждать, как поощрять, гладить, а как и как кнутый пряник наказывать. И, допустим, если у вас есть падающие теплые, полутеплые лиды, то вы, если человек не выполняет 80% своего плана, отрезаете его от теплых лидов, и он должен продавать только холодным лидам. Он должен сам активировать. И когда он начинает активировать, и это очень хорошо, это очень полезно, в этот момент он доходит опять, он приводит новых клиентов, и также вы после чего помогаете ему, а также всем другим, заниматься рекомендательным маркетингом. В немецком называется это M-Failungs Marketing. M-Failungs Marketing или рекомендательный маркетинг – это та вещь, это самый дешевый, самый качественный, и с максимальным закрытием сделки. Это рекомендательный маркетинг. Это когда я порекомендовал вас активно моему другу и говорю, там, Сергей, слушай, такое дело, я сейчас, допустим, приобрел фотокамеру, или же я сейчас, там, купил то или иное, вот такая классная вещь, дал твой номер тому-то и тому-то, потому что это действительно тебе интересно. Поговори с ним, и если не понравится, извини, но я обещаю, что это будет классно. Это рекомендательный маркетинг. Как это делать, чтобы клиент сделал для вас, мы поговорим на наших вебинарах. Окей, дальше идем. После чего, когда мы его отключили, и он у нас уже на холодных лидах, то есть он сам должен быть активно работать, а продавец, менеджер по продажам – это мини-предприниматель. Он должен мыслить как предприниматель. Хороший, профессиональный продавец мыслит как предприниматель. Почему? Он думает, где я могу взять еще клиентов. Где, кроме того, что у меня дают, где еще могу достать? Что я могу делать другого, что не делают все из моего отдела продаж? Как я могу быть еще эффективней? Окей? Это как раз будет А клиенты, это будут А плюс клиенты. Это из 20 на 80. И вот те, кто 20%, еще раз из них 20%, еще раз по этому принципу второй раз. И вот это будет самая та золотая курица, которая несет вам золотые яйца. Так вот, значит, задача наша как предпринимателя награждать и наказывать, если они не готовы. Мы отключили их от холодных, от теплых. Они не выполняют дальше, мы садимся с ними, разговариваем. Они не делают дальше, мы прощаемся с этими людьми. И все сразу, как прощаемся? Да, мы им говорим, друг, ты не подходишь. Ты самое слабое звено, ты уволен. Но делать это надо красиво, правильно и подготавливать его за это. Для этого вам надо ввести правильно коммуникацию, чтобы он сам это понимал. Это очень важно, ввести так переговоры и коммуникацию, чтобы он это сам понимал. Мне пишут какой-то текст, я его посмотрю. Так, рекомендация очень крутой инструмент, но очень нестабильный, когда все хорошо, люди молчат, но все, если плохо, что скажешь. Окей, коротко вернемся к рекомендации. Рекомендация – это один из самых, еще раз, инструментов, которые пользуются только топ-продавцы. Они молчат именно тогда, когда хорошо и когда плохо, начинают рассказывать это всем. Почему это дело эмоций, дело того, что что-то произошло в жизни, о котором я хочу говорить. Это не всегда так, что они молчат. Есть две виды рекомендаций. Есть рекомендация активная и пассивная. Пассивная – это когда продавец не задействован, не за счет маркетинга, делаешь так, чтобы клиент начал рассказывать про тебя. Тут надо включать креатив. Что это означает? Допустим, когда мы консультировали, не буду рассказывать какую компанию, у него звездочка на капоте. После того, как человек покупал машину, через 2-3 недели он получал письмо и 2 билета в кино. И мы замеряли, сколько после этого люди также приглашали на День открытых дверей. Причем дорогое, которое элитный VIP открыт в День открытых дверей. И был замер, после чего сколько людей звонило, общался, приходило в этот автокаус. Это пассивное. Это пассивный рекомендательный маркетинг. Почему? Потому что вы сидите на тусовке, говорите, блин, прикинь, я машину купил, офигенная машина, ты кайфуешь машиной. И тут мне присылают такое письмо и еще 2 билета в кино, на любое кино. Вау! Если будешь покупать машину, рекомендую. Куда ты пойдешь? Тебе твой друг рекомендовал. Это маркетинг. Это пассивный рекомендательный маркетинг. А вот активный рекомендательный маркетинг, это нужно подготавливать персонал, и вы должны правильно, не перегружая, не оскорбляя, не негативе, не передавливая ни в коем случае, взять рекомендации у вашего клиента и сделать это очень профессионально, очень точно, и делать это так, подготовить его, чтобы он сам понял, что надо позвонить и сказать. Для этого у вас есть методика, как говорить. Это учится и подготавливается. И от себя просто так эти движения мы как люди, как потребители делать не будем. А вот если меня попросят и сделают это так, чтобы я сам буду заинтересован, не давая мне при этом ничего, потому что когда я рекомендую какой-то классный фильм или какую-то классную книгу, я с удовольствием это делаю, кто меня знает, но мне ни Голливуд, ни писатель не дают никаких денег. Я просто рекомендую, потому что хочу поделиться этим с тобой. Просто рекомендую этим фильмом, потому что хочу, чтобы вы посмотрели так же этот фильм. И все. И так же радуюсь, когда мне кто-то советует почитать эту книгу или же посмотреть этот фильм, он классный. И я уверен, что ему за это тоже никто не платит. Так вот, если моя услуга или мой продукт офигенный, и мой продавец классный и знает, как это делать, он сделает это правильно, то мы как потребители также большим удовольствием этим поделим опытом. Но тема сегодня не эта. Тема сегодня руководитель бизнеса. И что он должен делать? Он должен думать о продажах, должен руководить, должен вести свой персонал, должен его мотивировать, поддерживать и, если надо, наказывать, друзья. Нет, краткая анкета опросника не решает, друзья. Она больше надоедает. Ну, подумайте сами, нравится вам, когда оно приходит или не нравится. Ну, это надоедает. Оставайтесь на связи, 5 минут мы спросим. Нет, это все алиби и отговорки. Это для статистики, для маркетики. Для маркетологи придумывают эту, я назову так, хрень для того, чтобы сказать, ну, как вы, 10 тысяч людей говорят нам да. Да, это алиби. Не алиби. Это когда я говорю в открытую с клиентом, а после того, как вы провели по 12 шагам, и он открыл вам, и вы знаете его доминантный мотив, почему он хочет купить, и вы говорите не о том, купит он или не купит, а о том, что он купит. И после этого, когда он купил, после этого он доверяет вам на все 100%. Потому что вы ему не впаривали. Он готов делиться с вами дальше, и после этого вам надо сделать следующий шаг, взять у него правильно рекомендацию. Но об этом мы будем говорить в следующих видео, в следующих вебинарах. Нет, не в таком формате. Окей, ну, опросника, тогда я не понял, какой формат. Я говорю, я не за опросники. Если я не так понял, то напиши, я с удовольствием отвечу, как я вижу по опроснику. Окей, идем дальше. Значит, продолжаем. Продолжаем, продолжаем, продолжаем. Функция. Функция предпринимателя – вести и думать о деньгах. Думать о деньгах, думать о приходе денег. Но что я заметил, даже вот сейчас, вот до последней недели, ведя бесплатные консультации, да, кто не знает, просто в Инстаграм, заходите на профиль, в шапке, нажимаете на ссылку, и там есть четыре разделения. Там есть бесплатный мини-курс. Вы можете получить бесплатный мини-курс, посмотреть разные шаги в новорок кибернетике. Также там есть бесплатная консультация, записаться ко мне на бесплатную консультацию 20-25 минут, и я смогу ответить на ваши вопросы. Так вот, в этой бесплатной консультации я замечаю то, то, что многие руководители надеются, что продавец сам все решит. То есть, что это означает? Я спрашиваю, а кто ваш клиент? Теперь мы говорим о клиенте А, клиент Б и клиент С. А? Как кто? А кто ваш клиент А? А кто вот в этом процессе у вас больше всех приносит прибыли? Мы когда не думали об этом. Кто из этих трех категорий забирает у вас самое ценное? Ваше время. Да? То есть, кто это, который забирает, покажу это время вот так. Кто это? Мы не знаем. Обычно у них самый маленький чек, больше всего затрата времени, больше всего затрата энергетического ресурса и меньше всего выхлопа. Для того, чтобы это не было, это должен контролировать тот человек, кому принадлежит бизнес. Это должен руководитель, лидер, собственник контролировать. Почему? Потому что с клиентами С мы прощаемся. Мы не жестко прощаемся, мы хорошо прощаемся, потому что когда-то он может перейти к клиенту Б или к клиенту А. Если я понимаю, что это вообще мой клиент С, то я никогда с ним буду работать, то я просто прощаюсь с ним и передаю его дальше. Говорю, слушай, тебе надо обратиться туда-то и туда-то, и вот они тебе поможут. И делаю это от чистого сердца с большим удовольствием. Реально, мы посылаем, и я часто посылал клиентов к своим конкурентам. И потому что мы не обслуживаем этих людей, а они обслуживают. И вдруг они, эти люди становились не нашими не конкурентами, а друзьями. И если вы не читали книгу «Кармический менеджмент», вот сегодня прямо ее купите, я советую вам купить, не скачивайте, вот купите ее, она же таких больших денег стоит. Вы поймете, почему купить. Вот купите ее, всеми страниц, прочитайте эту книгу, и вы поймете, почему их надо отдавать людям, которые, из которых они клиенты А. И реально прощаться с ними. А клиентов Б мы также переводим в клиентов А. И смотрите, можем ли мы переводить в клиентов А. Окей, это функция, это функция лидера, это функция руководителя. Друзья, руководитель должен думать, не думайте, что продавец за вас не решит. Он не в своем бизнесе, это ваши деньги, это ваша ответственность. Дальше. Что должен сделать руководитель? Он понимает, кто клиент А, кто клиент Б, кто клиент С. Он это понимает, и он это доносит, еженедельно доносит, как детям, на митингах, на собраниях. Вам нужно делать собрание. Не давать им втык, а хвалить, мотивировать, зажигать, вдохновлять. Это одна из функций лидера. Вспомните фильм, опять-таки, приведу пример, фильм Вулфа Болл-Срит. Он каждый день это делал, он каждый день заставлял людей гореть, быть мотивированными. У вас может быть мега скрипт, у вас может быть мега техника, я могу просто взубрить, втатуировать вашу голову норокибернетику. Но если вы оттуда не возьмете одну из самых главных наших модулей, технику эмоционального интеллекта, то все это не будет ничего стоить, потому что это будет робот. Я вижу, как некоторые люди работают как роботы, все отлично, но они роботы, они не горячим они делают. Это все ничего не стоит. Если выбирать техникой, горишь или не горишь, то выбирайте, я всегда выберу человека, который горит, который вау, он хочет, он готов, он вот так, он все, поехали помогать другим людям. Это те люди, работники, опять-таки, то есть ваша задача мотивировать их, ваша задача понять, кто А, Б, С клиент, бить только и как можно больше давать целевых клиентов. Что значит давать? Отдавать теплые лиды за счет маркетинга, за счет воронок продаж, за счет имейл рассылок, за счет звонков холодных, за счет полутеплых, за счет рекомендательного маркетинга и так далее и тому подобное. Работать, 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 работать именно над этим, чтобы ваш отдел продаж именно приходил сюда. И если вы еще сам красавчик, то вы тоже на телефоне и тоже делаете звонки. Но вы будете делать клиентами звонки, поверьте мне, если вы будете делать то, что я вам говорю, сработать с клиентами А+, потому что эти клиенты будут вообще самые шикарные клиенты. Вот это будет работать шеф и шефа-партнер. Вот именно над этим мы работаем. Именно вот сюда мы приводим руководителей, чтобы они закрывали одни на раз, которые, людей, которые сразу приносят 20-30-40 процентов годового всего оборота, 50 процентов, а это делает отдел продаж. Так мыслят лидеры. Так мыслят лидеры рынков. Говорю это с практики. Окей, следующий шаг, следующий шаг. Вы должны, именно должны, как предприниматель, шаг 2, облегчить продавцу продажу. Что это означает? Вы должны позаботиться о том, чтобы ему было легко продавать. Это значит, если нужна какая-то презентация, если, еще раз, если в кавычках она действительно вообще нужна, она обычно не нужна, если нужна, бывает действительно, что человеку надо что-то в руках подержать, что-то пощупать, посмотреть, это все будет играть роль, и если ему нужна, то вы должны ее заготовить. Не давать ему, не придумывать ему, заготовить. Ему нужно имейл рассылку, заготовьте, не давайте ему шанса отвлекаться. Мы все с удовольствием отвлекаемся, не даем шанса отвлекаться, фокусируем его на одно. Главная цель продажи. Главная цель продажи. Тебе нужны имейлы, мы тебе дадим. Тебе нужно кофе, тебе принесут кофе. Продавай, продавай, делай свою главную функцию, помогай доносить людям твой продукт и твою услугу. Вот твоя функция. Я тебе все, сзади прикрою весь тыл. Тебе надо, пожалуйста, надо, давай. То есть, все маркетинговый план, который там, имейл, там, распечатки, там, разные флайеры, там, все, весь, вы подготавливайте, не перекладывайте. Имейлы, можно 90% заготовить, имейлы для того, чтобы можно было их высылать. заготовьте. То есть, заготовки. Всего. Третий пункт. Облегчите продажу в плане, как я называю, сделайте при возможности то, что сделал мацон. Купить в один клик. Купить в один клик. Если такое, если как можно легче, сделать так, чтобы это было купить. Я не делаю ничего другого, когда прихожу в компанию, мы делаем селс-аудит, отдела продаж, смотрим, как происходят процессы, как долго доходит до клиента, как проходит продажа, какие там стоят шаги до этого. И когда мы доходим до того момента, как он продает, что, какие техники в продажах он использует по закрытию сделки. И как клиенту, насколько легко купить. Иногда волосы встают реально дыбом. Даже в Германии. Даже в той стране, где очень сильно тренируется, подготавливается персонал и думается о системе. чем легче вы сделаете возможность продать, купить в один клик, поставить один автограф, тем легче будет продавать. Но это один из лидеров. Вы можете сделать, называется, один в один клик. Клик в один. Вы можете, допустим, сделать второй вариант. Это в рассрочку продать финансирование. Финансирование продавать как в рассрочку. Вы можете третий вариант продать лизинг или так далее и тому подобное. Сделайте разные варианты, чтобы можно было легче продать. Чтобы клиенту было легче купить и сказать свое да и подставить под это свой автограф для того, чтобы он мог уже пользоваться вашим продуктом или же вашей услугой. Вот так, друзья. Это функции лидера, это функции человека, который продает, который ведет бизнес и который отвечает за компанию, за своих работников и за своих клиентов. Потому что он, как бы то ни было, работники уходят, приходят, а предприниматели остаются и несут эту ответственность перед нами, перед потребителями. и хорошо, что оно именно так. Еще раз повторюсь, мы будем выходить еженедельно в лайв, в фейсбук, в инстаграм, в ютуб и буду приглашать разных гостей, экспертов в продажах, экспертов переговоров, экспертов по стратегическому планированию, просто успешных предпринимателей, которые могут поделиться своим опытом, как и что они сделали. Поэтому я буду заранее это анонсировать и вы задавайте свои вопросы и я с удовольствием на них отвечу. Также еще раз повторяю, что в нашем инстаграм-канале подлес.владимирс в шапке есть ссылка. В этой ссылке, нажав на нее, для вас уже приготовлено множество подарков. это бесплатный мини-курс, это бесплатная консультация, ну и вы можете, конечно же, подписаться в наш телеграм, на наш телеграм-канал и получать постоянно новые видео по продажам, по переговорам, по лидерству, именно как по руководству, как вести за собой персонал, как работать с отделом продаж. Друзья, на сегодня все, очень рад то, что вы задавали интересные такие вопросы, с удовольствием отвечу на вопросы, если вы мне их напишите в личку, и на них еще я, если не успел ответить, пропустил какой-нибудь из вопросов, хотел бы принять участие в моем стриме, с удовольствием для этого напиши, пожалуйста, в личку, в инстаграм, мы свяжемся с тобой и обсудим что и как, и ты будешь знать всю информацию, и это сделаем. Не вопрос. Да. Также, друзья, если у вас есть, допустим, интерес к определенным темам, допустим, мотивация, как углубиться в мотивацию, как углубиться, допустим, в стратегию продаж, что значит, есть точки сопротивления с клиентами, и вы хотите узнать, какие точки есть сопротивления клиентов, или же вы хотите узнать какую-нибудь технику, или разные техники по закрытию сделки, или же техники по работе с возражением, или же вы хотите узнать, как настроить себя, позитивно мыслить и идти вперед для того, чтобы расти, работать, развиваться, пишите, но все касается этой темы, это должно касаться бизнеса, и если это касается бизнеса, значит, это касается продажи, это значит, касается руководства, это касается лидерства, это то, чем занимается полиэнстрейнг консалтинг, это то, чем занимается Марк Крэмшадз, как австрейнг стим на территории Германии, Австрии, Швейцарии, а также с 2016 года мы на территории СНГ, и в 2019 году мы открыли свой первый филиал, академию по продажам, переговорам и для руководства в Киеве. Ну что, друзья, всем всего хорошего, удачи, успехов, и увидимся на следующей неделе в четверг в это же время, будет очень интересно, уверен, будет очень жарко. Все, всего хорошего, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok